На днях у наших соседей в Челябинске местный центр мониторинга безопасности последствием видеокамер, которыми весьма насыщена территория, в том числе и внутренности 131-го дома по улице Братьев Кошириных, разглядел потенциальную угрозу той самой безопасности в лице пары молодчиков, уже изрядно бухих в половине шестого вечера, когда нормальным гражданам приличествует еще пробиваться с работы домой сквозь вечерний час пик. Один из них был не по сезону раздет, а оба вместе они, что называется, барагозили неподобающим образом, угрожая спокойствию трезвых. Для успокоения ситуации к ним прислали нарядных сотрудников ЧОПа. Те на месте верно оценили ситуацию, в том смысле, что это не тот банальный случай, когда один, менее пьяный, провожает более пьяного второго и успокаивает по ходу. У второго натурально руки оказались по локоть в крови, так что тут явно требовалась полиция. Она вскоре и появилась, а тем временем, с помощью все той же системы наблюдения, с функцией машины времени, академические безопасники наглядно выявили откуда. Резанные раны на руках того, что покороче, поодетее и поагрессивнее. Нет, он вовсе не резал эти пальцы за то, что они не могут прикоснуться к тебе. Но при этом все же он ломал стекло, как шоколад в руке, из хулиганских побуждений, как выяснилось. А вовсе не потому, что пытался уйти от любви. Оказалось, что этими голыми руками он повышебал стекла в подъезде на двух этажах и поломал ящики пожарных гидрантов. По оконцовке один из них от дома поехал объясняться сразу в полицию, второй через больничку.